А человек в свой аул ушёл. Немного времени прошло, услышал этот человек недобрые вести. Легло какое-то страшное чудовище около одного аула. Никого не впускает, никого не выпускает. Мучаются жители аула, а что делать, не знают. — Уж не то ли чудовище, которое я из ямы вытащил, — подумал человек. Ну, так оно обещало три мои просьбы выполнить. Попрошу его, чтобы оставило людей в покое. Отправился он в тот аул. Видит, то самое чудовище, которое он вытащил из ямы, сидит. Никого не пускает, никого не выпускает. Мучает народ. Вот и говорит человек чудовищу. — Помнишь, как я тебя от злой женщины спас? — Помню, — отвечает чудовище. — А помнишь, как ты обещала три мои просьбы выполнить? — И это помню. — Ну, так вот, и сделай сейчас первое доброе дело. Уйди от этого аула. Не мучай людей. — Ладно, — отвечает чудовище. — Исполню твою просьбу. Уйду. И тут же пропало. Стали жители аула благодарить доброго человека. — Проси у нас, чего хочешь, все тебе дадим. — Ничего мне не надо, — отвечает человек. — У меня все есть. Немного времени прошло. Явился к этому доброму человеку старейшина из дальнего аула. Стал просить. — Помоги нам в беде. Легло страшное чудовище у реки. Закрыло воду и никого к ней не допускает. Теперь нам не напиться, не убыться, не скот попоить. — Хорошо, — отвечает человек. — Помогу вам. Отправился он поспешно в тот ау. Подошел к чудовищу и говорит. — Сделай теперь второе доброе дело. Открой воду. — Ладно, — отвечает чудовище. И тут же пропало. Освободилась река. Побежала вода. Высыпали на берег все жители аула. Прибежали туда же лошади, коровы, овцы. Все пьют воду, радуются. Стали жители аула предлагать человеку богатые подарки, а он не берет. Немного времени прошло, и в третий раз пришел к нему старейшина из другого аула и опять стал просить, чтобы избавил он их от чудовища, которое у них посевы портило. Мяла, да, вытапнула. И в этот раз чудовище все сделало. Только перед уходом зашипело и сказала человеку. Ну вот, исполнены твои три просьбы. Смотри, не вздумай у меня еще о чем-нибудь просить. Живем тебя проглочу. Неизвестно, сколько времени прошло, но снова пришел к тому человеку старший из другого аула с просьбой избавить их от чудовища. Не послушается меня, чудовище, говорит человек, не уйдет, да еще и меня проглочит. А старик от него не отстает, упрашивает его, ну хоть маленьких детей пожалей. Эй, думает человек, не два раза умирать. Один. Или что-нибудь придумаю, или сам пропаду. Приходит он к чудовищу, а оно зашипело, выпустило когти, стало острыми зубами щелкать. Я, шипит, предупреждала тебя, чтобы ты ко мне больше трех раз со своими просьбами не являлся, а ты пришел, ну так пеняй на себя. Да, сейчас конец тебе. Засмеялся человек и говорит. Глупая ты, чудовище, да разве я пришел просить тебя о чем-нибудь. Я только хочу сказать, что тебе беда грозит. Помнишь ли ты злую женщину, которая тебе в яме житья не давала? Как не помню, помню. Ну, так вот. Она выбралась из ямы, бегает всюду, тебя разыскивает и кричит. Подайте мне его, я с ним расправлюсь, я ему хвост оторву. Говорят, она уже недалеко. Вот-вот в этот аул прибежит. Испугалась чудовище. Всполошилась. Ну, говорит, если она из своей ямы выбралась, надо мне поскорее убегать да прятаться. Поднялось чудовище, закружилось и пропало. Так с того дня никто больше его и не видел, никто больше о нем и не слышал. Вот такая сказка, дети. Но это сказка. А в жизни никого в яму бросать не надо. До свидания, мои хорошие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова